В сезон массовых походов в лес за грибами и ягодами минчан больше всего волнует, агрессивны ли присмыкающиеся и как оказать себе первую помощь, если не успел увернуться от укуса. На территории Беларуси опасных змей нет, но, как гласит пословица, кого змея кусала, тот и червяка боится. В летний период присмыкающиеся любят отдохнуть в частных домах, погреться на солнышке в огороде между зарослей клубники, а также наведаться в постройки с животными. У нас в республике вводится всего-навсего три вида змей, только одна из них ядовитая, и та серьезной опасности не представляет. Гадюка – это единственная ядовитая змея, она опасна только в том случае, если укусить рослого человека в районе головы или шеи. Укусы местных ползучих не смертельны, но вред человеческому организму нанести могут. По крайней мере, общее состояние такая встреча явно подпортит. Как утверждают врачи, после любого контакта со змеями стоит немедленно обратиться к специалисту. После укуса гадюки происходит нарушение сосудистой проницаемости, нарушение свертывающей системы крови. Помимо этого возникает еще местно-локально выраженный отек и крайне выражен болевой синдром. Встретившись лицом к лицу со змеей, лучше пройти мимо. Поверьте, пугающая рептилия боится вас не меньше, чем вы ее. Шансов встретить их в природе совсем не так много. Если змее дать хоть малейший шанс, она от вас уползет. В случае нападения со змеей это, как правило, неаккуратное обращение с рептилией. То есть ситуация, когда змею решили потрогать, взять в руки, поиграть с ней, это характерно для детей. Либо если человек змею не заметил, на нее наступил, и она в таком случае кусается, зубки у всех змеи загнуты назад, вонзают зубы змея достаточно глубоко. Чаще всего от укусов ползущих страдают дети и пожилые люди с ослабленным иммунитетом. В группе риска находятся любители лесных прогулок и те, кто живет в густо засаженной зеленой зоне. Если контакта с хладнокровными избежать не удалось, нужно как можно быстрее оказать себе первую помощь. Первое, что он должен сделать, это позвонить в скорую помощь. Второе, что он должен сделать, это лечь. Третье, что он должен сделать, это позвонить кому-то из соседей. Ни в коем случае не паниковать. Можно пить жидкость, ни в коем случае не пить алкоголь. Высасывать яд – это заблуждение. Это может помочь только в первые минуты, и то где-то на 25%. Оставаться целыми и невредимыми вам желают Валерия Борисевич и Илья Хаткевич. Телекомпания СТВ.